Снова всех поздравляю с Пуримом, для меня это особенный праздник, я каждый раз, каждый год переживаю особенное благословение, внутреннюю радость, особенную. И даже внучка, родившаяся недавно, у нас есть внук, ему уже три потика, а есть внучка, она только родилась, ей еще пару недель. Меньше даже, и значит, когда она родилась, а я как раз только приехал сюда, в Украину, я получил сообщение от дочери, уже было часа три ночи, два, три часа ночи. И я так думал, надо же, жалко, что я сейчас здесь, а не там, я бы хотел благословить ее. И я молился за нее, и пережил чудо. Знаете, я до сих пор под впечатлением. Вот, молюсь за нее, и ощущаю ее дыхание. И знаете, вот запах младенца, вот только родившегося еще. Это ничем не сражается. Это ничем не сражается. Я чувствую ее запах младенца. И как будто ее дыхание прям вот ко мне, мы рядом прям вот. Представляете, сотни километров между нами. Вот, но для Бога это не подлинно вообще. Вот, и я молился за нее, благоставлял ее. Ей было всего лишь несколько часов после рождения. Вот, и я нарек ей два имя, дал ей два имя. Одно имя это Адар. Это и татарское, и еврейское имя. Значит, и как раз этот месяц Адар. Вот, месяц Пурима, месяц избавления. Вот, а второе имя дал ей Адаса. Это настоящее имя Эстер, Эсфири. Вот, это настоящий имя Астер. Вот, ну, а дети, а сами родители назвали ее еще и Алина. Так что она Алина, Адар, Адаса. Так что она Алина, Адар, Адаса. Вот, и... Так что я особенно очень благословленный в этом отношении. Вот, и перейдем снова в историю церкви, древнюю историю. И не такую уж древнюю. Я расскажу о нескольких таких событиях и о таком историческом Пуриме в истории христианства. Но, перед тем, кое-что вспомним. Опять в ту древнюю историю. Вот, а, между вторым и третьим соборами Произошли некоторые события, очень важные события. Появление икон, появление жирописей в церквях. И некоторые другие традиции. Вообще, православие обычно ассоциируется с чем? С иконами, да? Если люди видят православного батюшка, значит икона, значит икона. Вот, это когда, допустим, Украина ассоциируется с чем? С борщом, да? С борщом, да? Украина ассоцируется с борщом. Вот, да, значит, а что православие? Икона, икона. Икона, икона. И я очень люблю иконы. И древние, и современные. Я люблю, наверное, больше даже как художник. И сам работаю над этими картинами. Но я против почитания этих изображений, преклонения перед ними, которые происходят религиозно. Икона почитания. До 96-го года я, как и тысячи моих коллег, я тоже почитал иконы. Познанялся. И вот в 96-м году, когда Божье Слово вернулось в мою жизнь, я отказался от этой практики. Потому что я разумел так, уразумел, что это открытая форма идолопоконства. Есть скрытые формы идолопоконства. Противление Слова Божьему, непослушание Слова Божьему. Жадность, любостяжание, корысть. В глазах Бога всемогущего это тоже идолопоконство. Только скрытые иконы болезни. Да, вопрос. В православии люди открыто признают, что они поклоняются иконам. Или они говорят, что мы просто используем образ для поклонения? Большей частью, как раз, объяснение такое есть. Что да, мы через образ на первый образ перекидываемся. Нам в семинаре объясняли это так. Что, к примеру, парень любит девушку. И имеет ее фотографию у себя. Мне нравится американская традиция, когда там обычно фотографии из семьи, у многих американцев. Это очень хорошая традиция такая вообще. Вот, я думаю, надо перенимать такую традицию. Так вот, мы объясняли так, что парень целует фотографию, допустим, девушки. Скучает о ней, она где-то там далеко. Но он не саму эту фотографию любит. А любит ту, ну, первообраз, первообраз. И он как бы мысленно перекидывается на первый образ. И вот нам говорили так, что мы православные, согласно догматам нашим, мы не самим иконам поклоняемся, а тому, кого они изображают. Я помню, в 1996 году общался с одной девушкой. Попросили поговорить с ней родители. Как православного священника попросили поговорить. Потому что эта девушка стала посещать протестантские церкви какие-то. И родители забили тревогу, надо спасать срочно эту душу. Ну и я, конечно, ну, спаситель пришел, спасать. Вот, и, значит, и по поводу икон тоже как раз. Представляете, она буквально там, ну, всего лишь там, пару недель там всего лишь, ну, посещала там несколько собраний всего. И мы стали разговаривать. Обычно просто она девушка. И она достает Библию и говорит, батюшка, вот как объясните то, вот как... Думаю, вот это да. Она меня сразу на чистую воду выводит. Даааа. Я говорю, ну-ка, закрой, не закрой. Давай поговорим по душам, нормально. Надо много тумана, мистики иногда. Что она говорит по поводу икон, мы же не должны поклоняться ей. Так мы и не поклоняемся. Значит, мы через образ, на первый образ. Да. И, значит, и я вот по поводу той истории парня и девушки я рассказал. Ей очень понравилась эта история. Ха, но она говорит дальше. Батюшка, а если девушка рядом с ним сидит, а он не ее целует автографию? А что, если девушка сидит рядом с ним, а он, вместо того, что она еще плачет, он еще плачет фотографию? Что, если он, как, повод? Ну, значит, я говорю, стоп, ты ничего не поняла вообще. Проехали, пойдем дальше. А когда уже приехал домой, уже думаю, а ведь она в чем-то права, думаю. Иисус, он вроде как улетел, обещал вернуться к Карлсону. Вроде улетел, да. Но он же и здесь с нами. И как бы перед лицом его как-то, ну, это стыдно, честно говоря, целовать все это. Вот, и я стал изучать историю христианства через призму Писания, когда... Пересматривать историю. Для себя переписывать. Пришлось. Я убедил, что, оказывается, древние язычники тоже имели такое же объяснение своего идолопоклонства древнего. Вот, это да. Некоторые эллинистические авторы об этом пишут конкретно. Не христианские авторы, совершенно не христианские авторы. Известный автор, античный Апулей, в метаморфозах, книга «Золотой осел» называется. Ну, там и другие книги. Апулей, да, он еще сказал так, что он даже посмеялся в своей книге, как бы, над своими невежественными, как бы, современниками, простолюдинами, которые самим этим статуям поклоняются. Он посчитал это примитивизмом, как бы. Но он считал, что просвещенный грек, просвещенный эллинист, он должен поклоняться самому первообразу. А образ лишь, это как вот, как он сравнил со звездочками на небосклоне, как бы. И Апулей описал картину, что во всей Греции множество статуй, допустим, богиней. И Апулей, он описал, что греческий территорий имеет много статуй этой боги. Изида, или как он называл? Я забыл, как он называл. Ну, в принципе, это один культ, как бы. Просто разные номинования есть этого культа. Культ Богородицы, Царица Невесты. Как Артемида Эфесская. Артемида Эфесская, да, но он по-другому чуть. Одним словом, все вот эти культы Богородицы, они взаимосвязаны. Но, Джисус Мама. Дело в том, что задолго до Рождества Иисуса, задолго до Марии, уже этот культ уже был уже. Он пришел в христианство, да, значит, в средние века, но задолго до нашей эры уже был этот культ Богородицы. И, как бы, такой как... Мама Бога. Мама Бога. Мама Бога, точно. Божья мама. So, волшебная Бога. Да. Мама Бога. Кто-то писал там на фейсбуке, говорит, «Мою жилу Богородицу назвать как?» А, выходим в автобусом, говорит, «Матерь Божья». Моя женщина тоже называется Матер-Год, потому что когда мы едем на бассейн, люди смотрят на нее и говорят, о, Матер-Год. У меня много друзей столько, и у них такие бывают интересные. Но вообще культ Богородицы как таковой, допустим, как и иконопочитание, это еще с халдейских, с бамилонских времен, еще с тех самых. Но культ для проживания Матер-Года начался с древней Бабилонии, до рождения египетской цивилизации. Надписи времен Шумера, Аккада, говорилось уже именно об этом. Что есть образы Царицы Небесной. И ученые нашли изображения, где люди поклоняются этим образом. Я был в Берлине, пергамон музеем называется, музей пергамон музеем. Музей пергамон музеем, город пергамон музеем. Очень интересный музей, мне он понравился. Там в интернете есть много очень этих, даже можно делать виртуальную сейчас прогулку. Да, в Турции есть еще. Да, в Турции есть еще. Да, в Турции не было еще. Интернет has that museum on their site, and you can actually virtually walk it. И там выставляются древние вот эти жертвенники. Астарты, Ашера, Ашторов, вот тех древних времен еще. И если в христианство это пришло еще в пятом столетии. Но в языческих религиях это было еще за тысячу лет и даже за полторы тысячи лет до появились христианства. Допустим, из Китая были привезены изображения Шингму, тоже переводится как «мать и бабок». Тоже женщина с младенцем на руках. Эти изображения привезли в Европу еще в каком-то 17-18 столетии еще. Их выдавали, какое-то время выдавали за древние ранние христианские изображения в Китае. Даже такая легенда родилась, что якобы Мария каким-то образом была в Китае и благовествовала. Но китайцы слышали звон, как говорится, да не помню, где он вообще. То есть сделали изображение, но забыли, о чем она говорила. Но уже более современно, в наше время уже было доказано, что эти изображения были сделаны аж чуть не за тысячу лет до нашей эры, до Рождества Христа. То есть они не имеют никакого отношения к Матери Иисуса Христа. И по поводу иконопочитания, конечно, есть оправдания, многие оправдания. Вот одно из оправданий как раз, что через образ на первый образ. Это ложь. Религиозная ложь. Это попытка оправдать адвоката дьявола. Потому что я не знаю ни одного примера, ни одного священника, который так выступал бы. Я знал сотни священников. И сам был традиционным священником православным. Я целовал много икон. Конечно, иногда я старался, напрягался и что-то себе представлял, воображал и пытался как-то к первому образу как-то устремиться как-то. На практике и своей личной духовной практике до 96-го года. Обратиться лично к Богородице и к святым мне удавалось как раз, наоборот, не имея их икону. То есть я обращался к ним, ну как бы, больше, я представлял больше, как бы, первый образ меня волновал как бы даже. Икона, она не помогает, а в этом плане, наоборот, даже мешает. Это как бы, я самому себе не признавался в этом, но потом я в этом себе сам признался. И общаясь с другими священнослужителями и читая литературу православного, я понял, что не только у меня эта проблема, но у многих других тоже священнослужителей такая же абсолютная история. Кстати, после разговора там с девушкой, которая вот сказала мне, что девушка возле него, а парень целует не ее, а портрет. Я подумал о том. Думаю, в моем храме, допустим, к примеру, там сотни икон, разных святых там изображения. Я подумал так, наверное, можно было бы оправдать вот этой историей с парнем и девушкой и их фотографией. Если бы, допустим, в наших храмах были бы только лишь портреты Иисуса Христа изображались, допустим. Но у нас там кого только нет вообще. Это уже похоже на парня, который любит девушку, но целует журнал со многими девушками вообще. Ну, кого же он любит, непонятно вообще тогда. Кому он устремляется. Если для нас Иисус Христос, Он Спаситель, то зачем нам тогда еще целый пантеон такой, целая бельея? Кстати, вот эти размышления тогда мне очень помогли потом освободиться от именно иконопочитания. Вообще, исторически, именно, как я выше говорил, между вот этими двумя соборами все происходило. Потому что во времена еще первого собора никаких изображений в христианстве не было вообще. Хотя некоторые епископы рассуждали так, что, может быть, допустить живопись в церквях. В Испании, допустим, об этом говорили. Но в их понимании это должны были быть именно вот портреты, ой, не портреты, но темно-то пейзажи, оформление залов. Но в их понимании это должно быть более, как сцены, или что-то просто декоративное. Вот между этими годами, я не помню какой год, то есть до Первого Вселенского собора, накануне. Императрица Констанция, родная сестра императора Константина, которая была замужем за восточным императором Великой, Ликинием. Одна из имперов, которая была брата Константина. Да. Она сестра Константина. Короче, империя была поделена для удобства на две части. Восточная и западная. На западе был Константин император. На востоке был Ликини. И вот именно эти два императора в 313 году, они договорились в городе Милане, пытались христианству дать зеленый свет, как бы. Они подписали совместное письмо, заявление. Которое стало называться с тех пор Миланским Эдиктом. Законом города Милана. Да. В котором христианству как раз говорилось, что теперь христианству статус государственной религии присуждается. Так вот, и Константин, и Ликини были породнены. Родная сестра Константина вышла замуж за Ликиния. И Констанция звали сестру Константина. Она была очень образованной женщиной. В то время это было редкостью. Она переписывалась со многими выдающимися людьми того времени. И в том числе она переписывалась с епископом Евсерием Кесарийским. Имеет в виду Кесарий Палестинский, который в Израиле. Город. Евсений Кесарийский был нашим христианским геродотом. Отцом истории христианства. Отцом истории христианства. Да. Он жил как раз вот в это время. И примерно в эти же самые годы. Он написал книгу «Церковная история». Он решил, начиная от последней главы «Деяния апостолов», описать историю христианства до своего времени. В 300 лет истории церкви. Это был первый случай, когда христианин описывает историю церкви вот таким образом. И он был очень образованным епископом. И с ним Констанция вела переписку. Переписка сохранилась. И это уникальный исторический документ вообще. Выставляется на сайтах эта переписка. Библиотека Конгресса США выставила эту переписку. Британская энциклопедия выставляла тоже переписку эту. На английском языке есть перевод этих писем. А на русском первый перевод, первые издания были сделаны еще больше 100 лет назад. А здесь, в Киеве, был очень интересный историк. Михаил Постнов, он издавал церковную историю потом уже. Михаил Постнов. И он там приводит пример. Императрица Констанция написала. Эмператрица Констанция написала. Что вы называете императрицами? Императрица. 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 Императрица Констанция написала. Как его назвали человека, который написал книгу? Евссерий. Иссерий. Кто написал историю. До трехсорской полотенцов. Евссерий интересный историю. Гугл, посмотрите что-то по-антриске. Так вот, Евсений Кассарийский отвечал императрице. Констанция спрашивала, есть ли где-то изображение Христа вообще? Дело в том, что она хотела иметь изображение Христа. Но больше она просила не за себя, а за своего брата, за Константина императора, западного императора. Дело в том, что Константин замыслил сделать новую столицу на востоке построить. Это был бы как бы новый Рим. Этот город назвали потом Константинополь, сейчас он Стамбула называется. Вот, и одна из идей Константина была следующая. Построить большой храм христианский. Но ему казалось слишком скучно, если он будет без украшений. Он посчитал, что нужно какое-то большое изображение сделать в этом храме. Христианство было уже государственной религией. И тысячи христианских церквей и на востоке, и на западе имели уже свои здания, либо построенные, либо переоборудованные под собрания. Но в этих тысячах храмах не было ни одного изображения, никого вообще. Ноль. Даже знак креста был крайней редкостью вообще в то время в церковных собраниях. Максимально, что допускали христиане, это надписи. Нашли название? Нашли? Как называется? Эсебиус. Так и есть. Эсебиус. Да, это как бы наш... Эсебиус, это наш христианский городок, отец истории. Первым написал церковную историю. Так, господа. Значит, следующее. Представьте, тысячи церквей имеют свои здания уже. От чуть ли не Скандинавии до африканских провинций этих. От Британии и до Ирана и Ирака огромные. От Британии до Ирана и Ирака. Но во всей этой территории разные культуры, разные традиции, вы представляете себе, да, разные народы. Больше или меньше христианство, оно проникло во все эти культуры, во все эти народы. И вы представляете, это совершенно разные культуры, да? Сомните, скандинавскую культуру или африканскую. Британскую или иранскую, иракскую. Это очень разные культуры. Христианство универсально проникло в разные культуры, в разные народы. Но ни в одной из этих культур христианство не использовало изобразительное искусство на тот момент. Испанские епископы написали по этому поводу, что мы опасаемся идолопоклонства в дальнейшем. Поэтому, чтобы предохраниться, мы решили не делать изображение нигде, чтобы не было отдыха подальше на стол. Но замыслив новую столицу, была идея у Константина сделать такие изображения. Но когда Константина планировал новый капитал, его идея была поставить имиджеры там. Ну, кого? Христа, Иисуса, Иисуса. И вот, Константина пишет Евсевию, потому что об этом спрашивает его. И Константина писала к Евсевиусу. Спрашивает насчет, есть ли где-то изображения, были ли где-то изображения. Может быть, сохранились где-то портретные описания. Какой был нос, уши, глаза, высокий, низкий он был. То есть, как бы, волосы какие-то там. Потому что к Евсевию Кесарийскому стекалась вся информация вообще. Потому что в тысячах христианских церквей знали, что есть такой Иисусев, который замыслил написать церковную историю. Поэтому все ему информацию сливали. Вот, но Евсевий написал Констанции. Что такого изображения не было и нет. И он написал ей то, что говорили Константину придворные епископы. Он написал, что даже портретных описаний мы, христиане, не оставили, не сохранили. Почему? Потому что не хотим Христа, Иисуса знать по плоти, мы говорим. Потому что мы не хотим видеть Иисуса Христа в теле. Вот, и... Да, кстати, еще написал Констанции, что если где-то такой обучий и есть, то это явно не христиане сделали изображение. Это очень важное замечание. На самом деле изображения есть, допустим, в катакомбах. Находят изображения, которые сегодня в учебниках многих выдаются заранее христианские изображения. Второго, третьего столетий. Будьте здоровы. При внимательном рассмотрении видно, что это ложь. Это не христианские изображения. Начнем даже с того, что большинство этих изображений имеет подписи соответственно. Имена разных божеств. Допустим, раннее изображение Христа, одно из самых древних изображений Христа, в виде пастушка с ягненочком. Другое изображение с посохом там. Одно в виде старика, другое в виде молодого человека. Одно в виде старика, другое в виде молодого человека. Эти изображения подписаны Арфей и другими именами божеств тех времен. Уже сейчас... Так, ладно. Чтобы вас не путать. Одним словом, исследователи сегодня говорят однозначно, что это божества, языческие божества, изображения языческие, которые выдавались в средние века и сейчас выдаются за как бы ранее христианские изображения. Но исследователи доказали, что эти типы изображения и изображения были из-за паганского бога, не из-за христианского бога. И они были представлены или представлены как христианские изображения, но они не были. Нам говорили, что... Оправдание, опять-таки, в семинарии, какое оправдание было? Православное, традиционное. Что, мол, специально христиане подписывали имени Марфея и каких-то других божеств, изображения Христа, чтобы, ну, как бы, одурачить, значит, язычников, чтобы, как бы, замаскировать, как бы, Иисуса. Но дело в том, что там же, в этих галереях, в этих подземных, там другие изображения есть. Там много и оккультных символов всевозможных. Там порнография. Вместе, все это вместе, все в одних катакомбах. Тогда признать и все остальное тоже христианским. Почему в катакомбах много всякого такого плохого изображенного? Потому что в катакомбах собиралось, в основном, собирались, ну, самые плохие люди, я не словом. Боры, там, да, беглые, каторжники какие-то там, ну, непорядочные люди. Каторбандисты всякие там, кого-то, 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 кого-то. Сектанты, на самом деле опасная секта. Не все те, кого гнали римляне были хорошие люди. Они часто реально гнали реальных преступников, как бы, реальные сектанты. На самом деле, на самом деле, романские авторитеты не только хорошие люди, но и опасные люди. Просто беда была в том, что христиане тоже попадали в такую компанию. Их осуждали вместе с криминалом, вместе с преступниками, с реальным преступниками. Допустим, в Древнем Риме были запрещены некоторые культы одно время, религиозные культы тоже, не только христианство. Допустим, однажды культ Изиды был запрещен в Риме, и больше трех тысяч последователей этого культа были уничтожены публично. Также на аренах Колизея, седено зверями, там показательно было сделано все. Например, по официальным документам известно. То есть, на аренах амфитеатров не только христиан убивали, казнили и съедали пищники, но и многих других кого? Дамы и господа, одно скажу, что в начале четвертого столетия однозначно все именно христианские источники, епископы, в частности, богословы, однозначно говорят, что никаких изображений в христианстве не было. И самое мощное свидетельство, конечно, это вот я уже привел выше, это Евселий Кесарийский. Это как бы авторитетнейший когда историк. Если других епископов мы можем не брать в расчет, то его уже нельзя игнорировать вообще. Потому что мы можем игнорировать некоторые бишопы, но мы не можем игнорировать его. Вот и так, даже добросовестные православные и католические историки вынуждены признать, что в начале четвертого столетия никаких изображений просто в церквях не было вообще. Дело в том, что в то время, во времена первого еще собора Вселенского, однозначно в христианстве вот эта идея, она витала Иисуса, что поклоняющийся Богу поклоняется в духе и в истине. Когда первый Вселенский собор собрался в городе Никея на востоке, Никея, это не на липу, а на липу, а на липу, а на липу, а на липу. Это не на липу, а на липу, а на липу, а на липу. И собрались епископы со всей огромной империи и даже из-за пределов империи. Никому даже в голову не приходило делать какие-то изображения привозить и что-то использовать. И никому в голову не приходило молиться кому-то еще помимо Господа вообще. Если бы вы на первом соборе оказались бы и сказали бы, а давайте мы сейчас помолимся Матери Иисуса Христа, мы могли бы сказать, это видимо сексант какой-то слушает. Вероучительно христианство в то время, оно оставалось на библейских позициях. Евангельское мучение сохранялось. И даже на втором соборе, прошло уже 40 лет, на втором соборе также вероучительно оставалась еще церковь в целом на библейских позициях. И даже на втором соборе, на втором соборе, в целом на библейских позициях. Вот Никео Цареградский символ веры, о чем вчера на вопрос? Мы до сих пор это символ веры провозглашаем. Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли всего видимого и невидимого. С того самого времени поем это, представляете? Исповедуем символ веры до сих пор тот же самый. Он библейский, объясняем, оправдываем библейский. Вот, но никаких изображений в это время не было абсолютно. Но грехом и проблемой вот этих двух соборов было следующее. Я уже говорил о том, это подчиненность государству. Это нельзя было делать. Никакой грех. Вспомните, да, между этими соборами был один император, звали его Иавиан. И он сказал на собрании епископов, то, что мне угодно, это и есть канон церкви. Вот так вот. И никто не осмирился ему перечить вообще. Вот так вот. Но после второго собора из Африки стали прибывать первые изображения. Дело в том, что в Египте, в Афиопии, вот именно северо-восточная Африка. Гностики, школы гностицизма становились христианскими школами уже. Но они лишь наименование брали христианское, а по сути по духу своему оставались гностиками. И так же получилось с этими школами живописи, религиозной, культовой. Которые стали делать уже изображения в своей старой традиции египетской, но уже как бы Христа и Марии. В начале Христа. Если вы сравните, допустим, фаюмский портрет древнего Египта, в Боасе и Фаюме в Египте нашли много портретов. Если вы сравните их с первыми изображениями, ранний византийский период еще, то вы увидите, что это буквально одно и то же. Одна школа, один образ, стиль письма, технология живописи та же. Восковые краски. И ощущение даже, как у художника у меня возникает всегда, как будто бы одни те же мастера работали над теми и теми образами. Просто уже называются христианскими эти изображениями. Для меня однажды это было таким очень шоком просто. Я помню, как в Москве, в музее, о Пушкинском музее. Была выставка древнего Египта, живописи древнего Египта, фаюмский портрет. Уникальные вещи выставлялись, оригинальные вещи выставлялись. И так получалось, что прямо из зала Египта древнего мы проходили сразу в зал ранней Византии. И там выставлялись некоторые иконы пятого, шестого столетий, вот сохранившиеся, реставрированные. Будьте здоровы! И я, конечно, был шокирован, насколько все это схоже. Как будто одна школа, одна манера весьма. А когда уже в 96-м году я углубился в эту тему, изучать ее. Я узнал страшную тогда для меня правду. Что это мне не показалось. А на самом деле именно из Египта были привезены первые вот эти образа. И на самом деле живописи религиозной культуры пришла оттуда. Примерно в это же самое время, как раз, после этого собора. В 90-х годах. Самый конец чего, посмотрите. На острове Киприя. В городе Аннаблате было сделано большое изображение Христа. Это первое документально подтвержденное, это факт, на самом деле, исторический, изображение Иисуса, сделанное в храме, в церкви. Было сделано не на досках, а было сделано на завесе. И туда, в эту церковь прибыл местный епископ. Старший епископ город этого острова Кипра. Это был Епифаний Кипрский, признанный сегодня официально святой католической и православной церквями. Епифаний Кипрский. Известный муж Божий, конечно. Он жил в это время, он жил в конце четвертого столетия и его очень сильно уважали, и на востоке, и на западе. Все известные отцы того времени, Иоанн Зокоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, они все очень хорошо отзывались о нем и очень уважали его как авторитетного служителя христианского. И когда он прибыл в этот город, он увидел это изображение. Он поделился словом в этом собрании, в этой церкви. И на глазах у собравшихся горожан, в этом церковном здании большом, он торжественно это изображение уничтожил. Заявив, что это есть не слава города Анаблаты, а позор его, и что это является соблазном поводом для идолопоклонства в дальнейшем. Я напоминаю, это сделал официально святой католической православной церкви. Первое изображение, и он не обрадовался и сказал, о, Эбрика, наконец-то, наконец-то мне его уничтожить, сломать это, порвать это. Вот это, да. Сегодня в церквях православных Епифания Кипрского полно изображений. Его рисуют на стенах храмов, есть медальоны отдельно, полурочки носят люди. Потому что многие до сих пор верят, что он помогает людям, изгоняет бесов там, значит, там, и освобождает людей, поэтому носят, обереги такие, оберегают. Представляете, если сегодня Епифания воскресить из мертвых. Показать ему на этот бардак. О, он будет в шоке вообще. Он скажет, ребята, да вы что? Побойтесь Бога. Я, наоборот, учил людей поклоняться Богу в духе и в истине, без изображений. И даже первое изображение Христа уничтожил, порвал. А теперь вы меня рисуете и поклоняетесь. О, оно вам надо. Бог обращайтесь живому Богу. Вот такая история. Значит, но, после вот этого собора, ну, во времена этих соборов как раз, во времена 3-4 соборов, именно сами изображения, всевозможные уже изображения, стали распространяться в серпиях. И распространяться стали они именно как предметы поклонения. И это была трагедия церкви. Знаете ли, с одной стороны, как художник, я за иконы, то есть я за образцы. Но, с другой стороны, я всегда опасаюсь вот этого идолопоклонства. Поэтому даже в нашей церкви, вот реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиеписком которой я являюсь, изображений минимально мы используем, минимально. И даже если у нас нет своего храма здесь в Киеве, но если будет, я думаю, оформление сделаем минимально с изображениями. И возможно, чтобы это было изображение уже нового такого образца поколения, которое не провоцирует к почитанию, поклонению. Как где-то в Калифорнии сделали католики изображение, значит, там танцующий Иисус, танцующие святые, значит, и там как бы где-то там под куполом они там танцуют, нарисовали. Может быть, какие-то иконы нового поколения, не знаю, придумают, допустим, огромные телевизоры, какие-то плазмы там еще со слайд-шоу такими-такими, чтобы люди... Да, чтобы это были, ну, или фрагменты из фильмов, там, какие-то нарезка такая была, чтобы, значит, там, из фильма Иисус, ну, чтобы это было, как бы, с одной стороны, изображение, но с другой стороны, чтобы это не было без провокации к почитанию, без поклонению. Хотя идолопоклонство — это часть падшей природы человеческой, падшего человека. И пока человек не возродится духовно, в нем это гниль, это есть. Оно возникает просто на ровном месте, как сорняки. Хорошее, что ты не сажаешь на огороде, сорняки специально сажать не надо, они сами вырастут. Вот. А я помню, в Днепропетровске проповедовала, и мы ехали в Харьков. Мы жили в Киеве, когда всей семьей. Вот. И, значит, и по дороге в Харьков, на границе областей этих, Харьковск и Днепропетровск. А братья сказали, батюшка, а вы не могли бы заехать с нами в село здесь, по дороге как раз, к бабушкам нашим, верующим бабушкам? У нас до служения в Харькове еще несколько часов есть запасы, поэтому мы заедем, благословим их допустим.